Нель, а ты пробовала что-нибудь шить? Да, я сейчас шью кота, ну такого. Ух ты, а как ты научилась? У меня, например, вообще ничего не получается. Меня бабушка научила. Да, бабушки многое что умеют, а самое главное, делятся своими умениями, вот так же, как в следующем сюжете. 1 октября в 4 школе прошла ярмарка в честь Дня пожилого человека. В школьном коридоре располагались столы с различными товарами. К примеру, различные поделки из дерева, цветы, вышивки из ткани. Изделия, изготовленные ребятами, радовали глаза и приносили ребятам небольшой, но все-таки заработок. Первый А класс пригласил бабушку, которая рассказала о здоровом образе жизни в любых его проявлениях. Таких, как питание, спорт, что такое здоровый образ жизни. А второй В класс пригласил двух бабушек. Они учили ребят тому, в чем они сильнее всего. А это вкусняшки и вышивка. Это Алла Юрьевна. Это я. Другая судьба, Ина Анатольевна. Здравствуйте. Они сегодня научат нас чему-то очень важному и полезному. Галина Анатольевна, например, принесла с собой коржи для выпечки, объяснив ребятам, как при помощи пакетиков и крема украсить печенье. Она выдала желающим фартуки, и ребята приступили к работе. Фантазия детей превратила коржики в смайлики, веселые рожицы, разноцветные плаги и солнышки. Вот тут берем, вот так. Помогите сделать это круг. А дома-то что-нибудь стряпаешь? Нет, только на мастер-классе и на вот этом, и еще я дополнительно занимаюсь. Мне очень понравилось. А как вкуснее, с рисунками или без рисунков? Думаю, с рисунками. Только дома стряпаю. Могу. Ну, булочку какую-нибудь. Булочку, сосиску, чай. Вот и вот. А что ты рисовал на своем случае? Я фуак России рисовал. Почему ты рисовал? Красава. Ну, просто я поддерживаю Россию. Алла Юрьевна приготовила для школьников целый набор инструментов и материалов. Это все требовало, чтобы шить крафтовые закладки и научить ребят пользоваться швейными принадлежностями. Это оказалось не так уж и просто. Иголки укололись, нитка не желала попадать в ушко иголки. Но в конце концов дело пошло. Ну, так как учатся здесь наши внуки, мы с удовольствием, с радостью согласились. Что мы можем показать? Так как мы ведем профессиональное обучение в нашем межшкольном комбинате, ну, мы решили показать каждой бабушке свою профессию. Вот я веду швейя портной, ну, соответственно, чему мы можем научить детей со второго класса? Самое элементарное – пришивать пуговицы. Ну, а чтобы было им очень весело пришивать пуговицы, я вот так вот решила пришить пуговицы на закладках для учебников. То есть мы убили два зайца. Учим пришивать пуговицы и для себя закладочки. Шить будем правильно. Вы угадали. Мы будем сейчас все шить. Я не могу. Хорошо. Сосалось. Так. Будем с вами шить. Расстилаем. Так. Берем ножницы сюда, раскладываем. Заготовки. Такие мероприятия считаются традиционными. Их будут делать как на День матери, отца. И просто любые мероприятия, где дети могут показать себя. Ребята огромные молодцы, что на мастер-классах показали, на что они способны. Мы поздравляем людей старшего поколения с праздником. Благодарим за все, что они делают. Бабушки и дедушки, мы вас любим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова